Музыка 28-29 октября практически одновременно были проведены наши международные стратегические операции в двух точках, в Восточном полушарии и в Западном полушарии. Если мы будем говорить о операции по задержанию крупного наркобарона, Клаудио Ринальдо Мендоса, кличка Гуачинанга, это очень крупный организатор поставок наркотиков, в том числе и на российское направление, но специализировался он на переброске больших партий кокаина из Сальвадора через Гватемалу и далее в Мексику. При этом ответвление через страны Карибского бассейна осуществлялось, в том числе на европейское и российское направления. Это была совместная разработка с нашими никарагуанскими партнерами, были задействованы вооруженные силы, полицейские силы Никарагуа, в тесном взаимодействии с полицией Сальвадора. В результате нами совместно был отслежен этот наркобарон, который перемещался из Коста-Рики в Сальвадор и в порту Сан-Сальвадора. Он был арестован сальвадорскими полицейскими силами и сразу же депортирован в Никарагуа. Таким образом, ликвидировано очень важное звено в никарагуанском филиале мексиканского наркокартеля «Синалой». Вы знаете, что в настоящее время обстановка в Мексике крайне сложная, ввиду того, что продолжается давление южноамериканского кокаина, который движется по северному маршруту. Власти США предприняли беспрецедентные меры по защите своих границ с Мексикой, что привело к потере доходов мексиканских наркокартелей, привело к обострению обстановки внутри Мексики и усилению насилия, что ли, росту насилия в мексиканских штатах. И в то же время мексиканские картели предприняли усилия для переброски поступающих к ним масс наркотиков на европейское и российское направление. Если говорить о тенденциях в связи с этим, то могу сказать, что рынок сбыта кокаина в Европейском Союзе вырос за последние пять лет приблизительно в четыре раза. А на российском направлении перехваты, только перехваты кокаина, осуществленные нами совместно с нашими коллегами, выросли уже в этом году в шесть раз по сравнению с прошлым годом. То есть мы видим тревожную тенденцию того, как мексиканские, центрально-американские наркокартели, наркокартели стран-производителей, Колумбия, Перу и Боливия, начинают все больше перебрасывать масс наркотиков на европейское и российское направление. Именно этим, собственно, и обусловлено усиление нашего сотрудничества с полицейскими службами стран Центральной Америки, стран Карибского бассейна, Мексики и Колумбии. В эти же дни, 28-29 октября, так сложилось, была проведена операция на севере Афганистана. Хочу сказать, что она задумывалась в июне этого года, продолжалась в течение лета и осенний период, и 28-29 октября завершилась проведением спецоперации. При нашей полном информационной поддержке осуществлялась она силами антинаркотических сил Министерства внутренних дел Афганистана, и при информационной также релевантной поддержке американских коллег из Агентства по борьбе с наркотиками, которые задействовали беспилотный летательный аппарат Си-130, который позволял осуществлять съемку и фиксацию всех событий, которые происходили с задействованием сил Министерства внутренних дел Афганистана. Было задействовано 4 вертолета, 50 спецназовцев афганских, что позволило на севере провинции Бадахшан, это горная местность, уничтожить две лаборатории и ликвидировать уже накопленные запасы изготовленного наркотика, это почти 4 тонны морфия, 700 килограммов сухого опиума, а также порядка 12 центнеров селективных семян опиумного мака, которые приготовлены для будущих посевов. К слову говоря, этих семян было бы достаточно, чтобы вырастить практически 7 тысяч тонн опиума в Афганистане. Поэтому, на наш взгляд, нам удалось предотвратить серьезный удар, который готовился по Российской Федерации. Потому что лаборатории, расположенные на севере Афганистана, специализируются практически исключительно на российском направлении. Таким образом, если суммировать, то с 2010 года по настоящее время уничтоженные почти 24 лаборатории позволили предотвратить поставку в Россию порядка 28 тонн наркотиков в героином эквиваленте. Это практически в 10 раз больше, чем мы ежегодно изымаем всем пулом правоохранительных органов. Это подчеркивает эффективность такой деятельности. Проблема планетарных наркотрафиков планируется вынести на заседание Большой Восьмерки. С января Россия заступает на президентство в этом уважаемом формате. И это станет вниманием президентов стран Большой Восьмерки.